В Казахстане стали дешевле авиабилеты. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, цены на внутренние рейсы снизились на 12%. Для этого аэропортам поручили удешевить стоимость авиатоплива. Правда, касается это только государственных аэропортов. А как обстоят дела с частными и почему пересмотреть цены на перелеты удалось только сейчас, Арда Камал выясняла. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития поспешили отчитаться об исполнении поручения президента. Три месяца назад его возмутили высокие цены на перелеты. С тех пор в ведомстве вели переговоры с авиакомпаниями и представителями аэропортов. Стоимость билетов снижалась плавно и на сегодня они подешевели на 12%. К тому же конкуренция увеличилась после запуска бюджетной авиакомпании. У авиакомпании увеличивают парк, действующий парк воздушных садов. То есть увеличивается парк, дефицита мест нет. Соответственно спрос уменьшается и цена снижается. Меры, которые мы предлагаем, это введение нулевой ставки НДС именно на внутренние перевозки, обнуление ставки НДС на оборот по горюче-смазочным. Государственным аэропортам поручили снизить стоимость авиатоплива до среднерыночной и согласовать договора с иностранными авиакомпаниями. Министерство обещает контролировать процесс. Эксперты отмечают, что снизить цены на авиатопливо можно лишь ликвидировав его дефицит. А для этого нужно увеличить производство и обнулить налоги. По данным комитета гражданской авиации, стоимость авиабилета складывается из следующих показателей. Около 30% составляет цена авиационного топлива. Также значительные расходы занимает питание на борту, аэронавигационное и инженерно-техническое обслуживание. Почти 10% стоимости составляют расходы по персоналу. Затем в цену билета включают лизинг воздушных судов, расходы по реализации и другие показатели. Поэтому работать себе в убыток авиакомпании не могут, заявляют эксперты. Аэродром – это очень большая инфраструктура, которая требует огромных капиталовложений не только на строительство, но и на содержание. Предложить Казаре навигации обнулить ставку за аэронавигационные сборы для отечественных авиакомпаний. Узнать мнение представителей крупнейшего международного аэропорта Алматы не удалось. На наш запрос пока не ответили. Тем временем в Министерстве индустрии инфраструктурного развития обещают еще снизить цены на перелеты внутри страны если им удастся реализовать задуманное. Ардак Камал, Дидар Елеов, Информбюро, Алматы.